Если мы уже говорим о вождях мирового пролетариата и руководителях советского государства, то ваша оценка Брежнева, тем более, что сейчас мы наблюдаем ревизию, вы помните, что сперва это был застой, сейчас как бы немножко другие оценки. Вот оценка Миронова с фигурой Леонида Ильича Брежнева. Ну, я очень хорошо помню это время, потому что уже был осознанно, кстати, я никогда не был в КПСС, и здесь нет какой-то идеологической основы, я не был диссидентом, я был комсомольцем, очень активным комсомольцем. Я был комсоргом, я был в Вирге институт радиоэнергеофизики, я был первым заместителем секторя, а у нас такое крупное НПО было, что на правах райкома. Вот я был заместителем по идеологии. 28 лет исполняется, по уставу в ЛКСМ срок заканчивается. Не приходите от ответа. Да, я прихожу к парторгу и говорю, хочу в партию, а у нас НПО, научно-производственное объединение, институт и завод. И партор мне говорит, Сергей, очень правильное желание, иди на завод, сагитируй четырех рабочих, чтобы они вступили в партию, и мы тебя примем. Я посмотрел, понял, что в КПСС я не пойду, потому что агитировать рабочих мне не хотелось. Так вот, о Брежневе. Но тогда очень много было анекдотов. Конечно, человек больной, плохо говорящий, уже явно малочи соображающий, любящий сюда пятую звезду насыпеть, конечно, вызывал уже в лучшем случае улыбку, в худшем случае просто раздражение. Сейчас-то мы понимаем, что это было одно из таких самых спокойных и процветающих периодов. Стабильность была. Да, все были небогатыми. Да, у нас колбасные электрички и в Ленинград, и в Москву ходили. Но, тем не менее, люди вполне жили уверенно. Самое главное было уверенно в завтрашнем дне. Я спокойно понимал, что я получу высшее образование, то, какое я хочу. И мне не нужно было для этого ни блата, ни ничего, просто свои знания. Я был уверен в том, что я буду работать там, где я хочу, так как в геологии хорошо платили, и получал я очень хорошие деньги, особенно во время экспедиции полевые платили. И я понимал, что у меня уже была однокомнатная кооперативная квартира, у меня много что было. И у меня было все... Я мечтал дойти до начальника экспедиции. Я не хотел быть министром, я, естественно, не думал о политической карьере. Вот у меня... То есть я там старший геофизик аэропарки, потом старший геофизик экспедиции, потом главный геофизик, потом, наверное, заместитель, а потом уже начальник экспедиции. Вот это как бы мой карьерный рост, и у меня все вот... Я работал на диссертации по аэро-гамма-спектометрическим поискам урана. Ну, уходите от ответа, скажите мне просто, вот ваше резюме, а не ты лично. Значит, в Режнем у меня абсолютно спокойное отношение, даже где-то его искренне жалко. Я помню его попытки «Малая земля», «Целина», эти книги, которые изучали, которые абсолютно ни о чем. Да, и я читал, я прочитал... Такие талантливые журналисты работали. Да, конечно, журналисты талантливые, да, но там же нет вообще ничего, чтобы такое вот... И я понимал, у нас в народе есть такое понятие «маразм». Я понимал, что вот эта вот система, она разбирает, я абсолютно был убежденным... Ну, вот, например, я могу просто сказать, я брал газету, естественно, «Известия» и «Правда». Значит, я сразу открывал третью страницу, там где международное положение. Я вас про Брежнева понят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова